Очередей с каждым днём всё меньше. Если раньше запись на вакцинацию в первой поликлинике ввели на две или три недели вперёд, то сегодня этот срок сократился до двух-трёх дней. Ежедневно прививки здесь делают около 150 человек. Всего в городе прошло вакцинацию около 14 тысяч саровчан. Подготовиться к прививке просто. Принять душу в первую очередь, потому что потом нельзя три дня мочить руку будет. Во-вторых, принести с собой документы. Полис, паспорт, снилс обязательно, потому что потом формируется сертификат прививочный, а он происходит только при наличии снилса, через госуслуги формируется. После прививки врачи рекомендуют соблюдать несколько правил. Не перегреваться, чтобы не спровоцировать повышение температуры. Исключить приём алкоголя на три дня, а также избегать больших физических нагрузок. После вакцинации температура может подниматься до 39 градусов, но держится недолго – примерно несколько часов. Если температура поднялась, надо принять парацетамол или ибупрофен, ну, любой жароподнижающий препарат. Обычно этого достаточно. Температура нормализуется и больше не поднимается. Редко, когда до трёх дней бывает субфибрильная температура с ламотой 37,2. А если ламота, температура нет, ну, плохое самочувствие, тоже можно принять нестероидное противовоспалительное. То есть вот тот же парацетамол можно использовать. Противопоказаний у вакцины немного. Как правило, это не работающий иммунитет, аутоиммунные заболевания, лечебные стадии у онкобольных. Можно ли идти на прививку или лучше от неё воздержаться, решает только доктор. Существенных противопоказаний для аллергиков нет. Им рекомендуется делать вакцину вне весеннего и летнего полиноза. Есть ограничения для серьёзных аллергических проявлений, типа анафилоксического шока, когда человек после чего-либо попадал в реанимацию с анафилоксическим шоком. Вот им не рекомендуется в принципе делать эту прививку. Сейчас на прививку можно записаться на портале пациента через регистратуру по телефону 95511 в прививочном кабинете номер 460 по телефону 95549. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.